Здравствуйте! В эфире канала «Россия» итоговая информационная программа «События недели». В центре внимания властей в рамках деятельности регионального оперативного штаба, конечно, члены семьи участников СВО, отметила руководитель региона. Наряду с принятыми мерами поддержки в республике оказывается и адресная помощь этим семьям по любым возникающим вопросам. От обеспечения продуктовыми наборами до получения квот на лечение и газификации домовладений. Кроме того, на заседании обсудили комплекс мер по дополнительному оснащению участников спецоперации. Помимо уже выданных комплектов и снаряжения, оперштабом дополнительно приобретены сотни комплектов зимней одежды и утепленной обуви. Продолжают формировать очередную партию тепловизоров, раци, квадрокоптеров, генераторов. Также Рашид Тимрезов поручил проработать вопрос взаимодействия с военными госпиталями. Вице-спикер парламента Карачаева-Черкесии Муса Экзеков проверил степень готовности пошивочного цеха в Красном Востоке для производства одежды для военнослужащих по заказу Минобороны России. Примечательно, что открытие нового предприятия позволит создать рабочие места примерно для 200 человек. Подробности в репортаже Артура Мхце. Несколько месяцев назад мало кто из жителей Красного Востока верил, что в селе наконец-то появится предприятие, где смогут трудиться около 200 человек. Но во многом благодаря усилиям вице-спикера регионального парламента Муса Экзекова мечты стали реальностью. Здесь никакого производства как такового не было. Давно ожидали открытия такого, например, производства. Наконец-то, ну и мечта, можно сказать, Мусыха Балича исполнилась, воплотил, создал рабочие места в Красном Востоке. Создание в населенном пункте Малокрачевского района дополнительных возможностей для трудоустройства можно считать успехом группы людей. Депутатов Народного собрания, представителей Международного объединения Алашара. Уже известно, что новое предприятие будет выполнять заказ Министерства обороны России по пошиву военной одежды. Сегодня задача была принять объект по готовности, понимать, что все сделано по требованию партнера Вентекстиль Прома, с которым посчастливилось познакомиться. Мы очень долго искали партнера, с кем можно организовать рабочие места в Красном Востоке. И конкретно под техническое задание, под технологические параметры, требуемые для производства различного вида продукции. Первые 50 человек начнут работать здесь уже со следующей недели. Все, что необходимо для реализации планов, имеется. Завезены станки, созданы условия для пошива качественной и комфортной одежды. Открытие в Красном Востоке предприятия задумывалось как возможность обеспечить рабочими местами в первую очередь жителей этого села. Однако дальнейшее увеличение объемов производства наверняка приведет к поиску желающих трудиться и из других населенных пунктов Малокарачаевского района. Артур Мухцеф, Атима Хунова, Мухаммед Ашебоков. Вести Карачаев-Черкесия. Село Красный Восток. Сегодня в России День матери. Уважаемых мам и бабушек Карачаева-Черкесии от всей души поздравляет глава Карачаева-Черкесии Рашид Тимрезов. Мудрость, доброта, безусловная любовь, преданность, вера матери в своего ребенка воспеты на всех языках народов нашей многонациональной республики. Ведь невозможно переоценить значение матери для человека, для семьи и, безусловно, для общества. Поддержка семьи, материнства и детства всегда была и остается в числе приоритетов деятельности федеральных и региональных властей. Спасибо за ваш неоценимый труд, бессонные ночи у колыбели, заботу и душевную теплоту. Желаем всем вам крепкого здоровья, долголетия, благодарных детей, счастья и всех земных благ на долгие годы. И в продолжение темы. Сейчас мы хотим рассказать о красивой и многодетной семье, в которой шестеро детей и трое из них, тройняшки, в День матери в гостях у семьи Хубиевых побывала Мадина Каракетова. Мамочка милая, мама моя, как хорошо, что ты есть у меня. В детском саду «Радуга» оживленно готовится к главному празднику всех мам и детей – Дню матери. Мы попали на репетицию финальной песни утренника, посвященного мамам. Таулан, Таимураз, Тамерлан, Хубиевы, воспитывающиеся в этой группе местной знаменитости, ведь они тройняшки. Я горда, что у меня в группе есть тройняшки, у меня еще и двойняшки есть в группе. Очень веселая у меня группа. Ребята очень активные в группе, любознательные, всегда стремятся быть первыми, скажем так. Мы часто с ними проводим сейчас средняя группа, они уже всем по четыре года. Стараемся проводить часто с ними занятия. На занятиях ребята стараются поднимать ручку, что-то отвечают, уже как-то с тех пор, как начали разговаривать, уже хорошо себя в группе чувствуют. Воспитатель признается, что ей не всегда удается различить тройняшек, и приходится у каждого спрашивать имя, прежде чем к ним обратиться. Сегодня у тройняшек праздник. Старшая сестра Амина забирает из детского сада раньше, чем обычно. Повод прекрасный – семья ждет гостей. У ворот неизменно своих мальчиков встречает любимая бабушка Полина. Когда мне сказали, что ожидается тройня, я даже растерялась. Первая мысль была, как же мы справимся. А потом, когда их принесли домой, моему счастью не было предела. Егели дожидаюсь, когда их вечером заберут из детского сада. Вот так у ворота жду. А бывает, сама сяду с сыном вечером и иду лично забирать. Не скрываю ни от кого. Это троица – мои самые любимые внуки. Они – моя душа. Другие внуки к малышам не ревнуют дельца Полина Хубиева, потому что тройня Таулан, Тамерлан и Таимурас – всеобщие любимцы. Всего в семье Хубиевых шестеро детей – две девочки и четыре мальчика. Поэтому в семье всегда звучат поздравления с Днем матери и с Днем сыновей. Вот и сегодня приехала любимая тетя Фатима. Шустро разобрав подарки, троица убежала играть. Вот оно счастье, говорит мама детей Лиза Хубиева. Она признается, что даже и не предполагала, что станет многодетной мамой. И это и вправду ни с чем не сравнимое чувство. До рождения тройняшек у Читы Хубиевых Лизы и Мурата уже было трое детей – дочери Милана Ямина и сын Тимур. Со следующей беременностью родители загадывали еще одного сына, но ультразвуковое обследование показало аж троих. Я была, конечно, в шоке, но потом постепенно уже привыкла к этой мысли. Все обошлось, слава богу, все хорошо. Старшая дочь Милана вспоминает, какие непередаваемые эмоции испытала, узнав о предстоящем пополнении. У меня был истерический смех и шок. Но я была очень рада, знаете, ну до последнего не верила в это. Я думала, врачи ошиблись, это какая-то ошибка, там два ребеночка, а их там три одинаковых человека. Помню, я маме позвонила в тот день, когда они родились, спрашиваю, ну что, мам, как дела? Она такая, все хорошо, родились, принесли домой. Маленькие такие были. Если честно, да, первое время было очень тяжело, но мы старались помогать маме как могли. И я помогала, Амина помогала, папа помогал. А как раз ты делали обязанности? Ну, до четырех месяцев, получается, все трое спали с мамой, а потом в пять месяцев я одного к себе забрала. И ночью я за ним смотрела, кормила. Вот. Днем один тоже с бабушкой находился, самый маленький, а это самый старший. Сегодня малышам по четыре года. Они растут очень активными и любознательными. Помимо всевозможных игр, Таулан, Тимирлан и Этаи Мураз очень любят разглядывать картинки, слушать сказки и задавать массу вопросов, на которые старшие не всегда находят ответы. Я очень рада, что у меня так много братьев и моя любимая сестра. Она одна, но нам в доме тоже хорошо. А братья – это огромное счастье, которое, я не знаю, вот так вот к нам в дом попало таким вот чудесным образом. С ними весело, каждый день играемся, помогаем маме как можем. Вот. Ну, если бы их не было, я уже не представляю свою жизнь без них, без Таи Мураза, Таулана и Тамерлана. И Тимура. Тройня на одно лицо, что даже родители и старшие дети не всегда их могут отличить друг от друга. Но, несмотря на внешние сходства, характер у них совершенно противоположный, рассказывает мама мальчиков Лиза. Ну, вот у меня на руках Таи Мураз сидит. Он такой добрый, но в гневе довольно такой чувствительный товарищ, начинает сразу выговаривать. Этот Тамерлан, Тамерлан вот, он самый маленький родился, кило девятьсот пятьдесят он был. Это им раз был два четыреста сорок, Таулан самый большой был, два пятьсот. Ну, Тамерлан такой прямо линейный, а этот самый такой хитрый. Тамерлан у нас такой подходливый, и тут нашим, и вашим. Такой. Ну, и, конечно, и голоса немножко разные. Так со спины плохо различаю. А лицо, конечно. Каждый ребенок – это дар от Всевышнего, считает Лиза Хубиева. Каждый рождается и проходит свой путь. И это прекрасно – наблюдать за этим прекрасным процессом, радоваться успехам ребенка, быть опорой в сложные моменты, будь то разбитая коленка, двойка по математике или создание им собственной семьи. И самая прекрасная музыка для матери – это голоса ее детей, самые прекрасные чувства их объятия. В этот прекрасный день хочу пожелать и своей мамочке, и всем другим мамам здоровья, и самое главное – терпение. Терпение – это ваше второе имя. Спасибо тебе большое, мамочка, за то, что вырастила меня такой и вырастила своих сыновей такими хорошими и добрыми детьми. Я надеюсь, в будущем мы оправдаем твои надежды, и все дети матерей оправдают их надежду и подарят своим мамам хорошую, счастливую, долгую жизнь. И слова благодарности, идущие от чистого детского сердца – самая большая награда для любой матери. Большая семья – это прекрасно, признается мать семейства Лиза. Особенно она любит теплые домашние вечера, когда все заботы и вопросы остались где-то там в уходящем дне, а ее дружная семья собирается за одним столом. Во главе стола свое место неизменно занимает бабушка Полина. Дети делятся впечатлениями от ушедшего дня, рассказывают о своих маленьких победах, расхваливают самые вкусные блюда, которые готовит самая лучшая мама в мире. У самой Лизы есть прекрасный пример многодетной семьи и образцового материнства. Женщина, которая многому ее научила, в том числе и быть хорошей матерью. Я хочу вот в этот день матери поблагодарить свою свекровь. Если бы не она, ее забота, я с этими шестерыми, конечно, не смогла бы сразу сладить. И у нашей бабушки огромная семья, шестеро детей, 23 внука, вот это я хотела сказать, 34 правнука. А всем женщинам мама шестерых детей Лиза Хубиева желает не бояться быть мамами. Ведь именно в этом призвание женщины и дети составляют основу женского счастья. Мадина Каракетова, Мухаммед Ашубоков, Вести, Карачево-Черкесия, Прикубанский район. Сейчас реклама, после продолжим. Новая коллекция шуб в магазине «Вятские меха». Участвуй в бонусной программе и получай дополнительную скидку на покупку шубы. Рассрочка без переплаты и первого взноса. «Вятские меха», троллейбусная остановка на кругу, улица Кавказская, 42, город Черкесск. Суперсейл в 585 золотой. Суперскидки до 70% на все. Много золота по суперценам. Подвеска с топазом и бриллиантом всего 3500 рублей. Успей на Суперсейл в 585 золотой. Палундра! Пираты захватили Кисловодск. Захватывающее цирковое шоу только до 27-го недея в Кисловодском цирке. 2,96, 58. Спешите узнать тайну пирата. Ни один ребенок в России не приобрел ВИЧ в детском саду или школе. Вот это я, а это Саша. Мама говорит, что у него ВИЧ. Когда он перешел в нашу школу, тот и сказал про это. И все родители долго спорили, ругались. Но мама сказала, что это для нас не опасно и убедила других мам. Саша научил меня рисовать и играть в футбол. Он мой лучший друг. Узнайте большее по телефону Государственной горячей линии 8 800 165 43. Леша практически сразу пошел в военкомат, потому что понимает, это важная задача защиты Родины. Он там, мы с дочкой здесь. Очень тяжело было. Но потом я узнала, как помогают семьям мобилизованных. И поняла, что в такие моменты как никогда важно быть вместе. Волонтерские штабы «Мы вместе» работают по всей территории страны. Вы можете внести свой вклад в общее дело любым удобным для вас способом. Какие вопросы необходимо урегулировать для бесперебойного функционирования курортов Тиберда и Дамбай? В преддверии открытия горнолыжного сезона представители власти, бизнеса, правоохранительных органов, МЧС, энергоснабжающих организаций обсудили вопросы развития туристической инфраструктуры, обеспечения безопасности и сервиса для туристов. Алла Качиева подробнее. Карачаево-Черкесию смело можно назвать горнолыжной столицей Юга России. Совсем скоро состоится открытие горнолыжного сезона. О том, насколько готовы здесь оказывать качественные услуги, говорили сегодня на совещании. Важность проведения мероприятий по оценке подготовки курортов к горнолыжному сезону обусловлена тем, что уже на протяжении десятилетий Дамбай и Тиберда являются одними из самых востребованных и любимых туристами мест со всей страны. Здесь прекрасные условия для развития туризма. Красивая природа, чистый воздух, удобные спуски, устойчивый снежный покров и местное население, отличающиеся гостеприимством. Особое внимание на координационном совещании, которое прошло на базе национального парка в Тиберде, было уделено вопросам организации безопасности туристов и оказанию медицинской помощи, состоянию трасс, техническому составляющему подъемников, работе различных сервисных служб для наиболее комфортного пребывания приезжающих. Проведение сегодняшнего мероприятия обусловлено необходимостью принятия дополнительных мер по обеспечению безопасности жизни и здоровья граждан нашей республики, гостей республики, туристов, которые посещают наши туристические курорты для развлечения, для отдыха. Глава поселка Домбай Альберт Байчуров отметил, что к началу горнолыжного сезона курорт практически готов. Но есть ряд инфраструктурных вопросов, которые требуют безотлагательного решения. Это реконструкция мостов, благоустройство территорий, в том числе и парковочных мест и штрафстоянок, также вода и электроснабжения поселка. Говорили собравшиеся и о необходимости усиления систематической работы, направленной на разъяснение правил поведения в горах. Обязательная регистрация туристических маршрутов, принятие мер по контролю за неорганизованным туризмом. Также об обеспечении готовности различных структур, таких как МВД, МЧС и других, к реагированию возможных чрезвычайных ситуаций, постоянному проведению мониторинга лавиноопасных участков, организации взаимодействия бизнес-сообщества и сервисных служб. Ведь развитие туристической отрасли является одной из приоритетных задач руководства Карачева-Черкесии. Тем более, за последние годы туристический поток в нашу республику вырос в разы. Особое внимание мы обратили на оказание туристических услуг. То есть это в том числе предоставление услуг на горнолыжных склонах. То есть кто имеет право предоставлять эти услуги. Мы обсудили вопросы о привлечении к ответственности лиц, которые оказывают эти услуги несоответствующим образом. Дальше обеспечение инфраструктурой, обслуживание автодороги федеральной, которая ведет к курорту самому, уборка снега, мусора и так далее. То есть самый актуальный вопрос, который на сегодняшний день стоят. Выслушав доклады, обращения, высказанные предложения руководителей органов исполнительной власти, а также заинтересованных структурой и организаций, представители бизнес-сообщества, оказывающих сервис, мэр Карачаевского городского округа Марат Урусов обозначил круг задач на предстоящий горнолыжный сезон. Горноначальник отметил и необходимость обеспечения непрерывного мониторинга обстановки и принятия дополнительных мер по обеспечению бесперебойного снабжения объектов ЖКХ и топливно-энергетического комплекса и их безаварийную работу. Алла Качива, Расул Бердиев, Вести Карачаева, Черкесия, Тиберда. О развитии туризма в Карачаево-Черкесии, об итогах грантового конкурса и многом другом вестям рассказал министр туризма и курортов республики Расул Тикеев. С ним встретилась Мадина Лайпанова. Здравствуйте, Расул Магомедович. Совсем недавно в Министерстве туризма Карачаева-Черкесской Республики подвели итоги грантового конкурса по оказанию поддержки юридическим лицам и предпринимателям, осуществляющим деятельность в сфере туризма. Вот хотелось бы узнать, какие проекты стали победителями и, собственно, кто оценивал эти проекты. Может быть, была создана какая-то специальная комиссия. Начну с того, что в рамках реализации национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства» в регион были доведены средства на конкурсной основе в размере 342 миллионов рублей. На эти средства региональным министерством туризма и курортов был проведен конкурсный отбор среди предпринимателей. Предприниматели направляли заявку на участие в конкурсе. Комиссия рассмотрела и отобрала из них лучшие проекты в количестве 73 проектов по различным направлениям. Проекты разные, предприниматели достаточно активно были заинтересованы, поэтому у нас большое количество заявок поступило. Проекты были разные. Проекты были по созданию благоустройства пляжей, по созданию придорожной инфраструктуры, по приобретению туристского оборудования, строительства модульных некапитальных средств размещения и так далее. То есть проекты были отобраны качественным проектом. Была сформирована межведомственная комиссия, в комиссию включались и общественные деятели. Проекты, допустим, если мы говорим о проектах по обустройству пляжей, то в регионе появится 6 новых пляжей. Это становится актуальным ввиду востребованности данной услуги в летний сезон, потому что есть востребованность среди жителей и гостей региона. Но так как все равно эта услуга, она пользовалась спросом, люди купались в водоемах, в реках и даже несмотря на то, что они не были обустроены. На сегодняшний день благодаря этой поддержке пляжи будут обустроены и безопасными с точки зрения нахождения, комфортными, потому что эти пляжи будут обустроены в соответствии с ГОСТом. ГОСТ услуги пляжей. Далее, если мы говорим, начну с того, что туристический поток растет в регион и, конечно же, ввиду роста туристического потока требует дополнительных решений и развития качественной придорожной инфраструктуры. Ввиду чего у нас в регионе появится 11 новых придорожных сервисов, где туристы смогут получать необходимые услуги, остановиться, передохнуть, перекусить, воспользоваться инфраструктурой, которая там будет. Это и зона отдыха, это и зона кафетерия, зона торговая. Где можно будет приобрести необходимую сувенирную продукцию и так далее. И, конечно же, радует то, что они будут стилизованными, в едином стиле. Мы ожидаем, что это будет качественное решение для путешествий. Также хочу сказать о том, что у нас впервые появится в поселке Дамбай, в нашем курортном поселке Дамбай появится пункт под названием «Туристский информационный центр». Как мы знаем, Дамбай – это старейший и популярнейший курорт не только на Северном Кавказе, но и на территории всей страны. И, конечно же, актуальным становится создание единой сервисной службы на территории. Туристы смогут получать необходимую информацию, информация будет достоверной, размещены цифровые карты, будет приложение создано к этому ТИЦ электронное, также это будет оказание услуг. То есть это необходимо на сегодняшний день для того, чтобы туристы могли получать более качественные туристские услуги и информацию о том месте, где они находятся и в его регионе в целом. Также хочу отметить, что на территории региона появится в рамках грантовой поддержки электронный путеводитель. Это также важный для нас проект, причем потому, что сегодня туристы, находясь в регионе или планируя поездку в регион, пользуются для того, чтобы выстроить себе маршрут. Они пользуются разными блогами, разными статьями, ищут информацию в интернете, а путеводитель позволит решить все эти проблемы и все будет умещаться в мобильном телефоне, спокойно можно будет открыть, посмотреть, выстроить себе маршрут, маршрут не только по туристским локациям, также и памятники, объекты культурного наследия, музеи и так далее. Можно ли говорить о том, что помимо развития самого региона данные проекты предусматривают увеличение количества рабочих мест? У нас даже соглашениями, которые мы заключаем с предпринимателями, у нас прописано в зависимости от суммы гранта, это создание рабочих мест. И немаловажным фактором является обеспечение рабочими местами наших граждан ввиду реализации проектов. И все эти проекты, реализация всех этих проектов, это следствие выполнения тех задач, которые перед нами ставит глава республики Рашид Бориспич Тиморезов. А задача заключается в следующем, чтобы отдых на территории субъекта был безопасным, комфортным и доступным. Как вы считаете, реализация данных проектов поможет увеличить поток туристов в наш регион? Безусловно, качественные услуги, они всегда влияют на лояльность туристов, на возврат туристов, на увеличение туристского потока, потому что та же качественная придорожная инфраструктура, она на системной основе позволит комфортно путешествовать туристам, то есть будет приятно, доступно получать данные услуги. Это немаловажно для роста туристического потока в регионе, также, допустим, решением обустройства пляжей мы таким образом в летний сезон вводим дополнительный вид туристской услуги. То есть люди также именно за этой услугой, есть определенные целевые аудитории, которые хотят получать именно эту услугу. То есть вкупе все это становится тем фактором, который влияет на рост туристов потока. Хотелось бы узнать, как сегодня выстроено взаимодействие между Министерством туризма и субъектами туризма в нашем регионе. Например, как вы общаетесь с теми же ательерами? Мы получаем регулярно обратную связь как от туристов, так и от субъектов туристской индустрии. Получаем запросы, которые необходимо реализовывать с точки зрения и улучшения сервиса и качества оказания услуг. Мы планируем также проведение обучения для персонала, для того, чтобы опять-таки улучшать качество услуги. Таким образом, взаимодействуя с субъектами туриндустрии, мы совместно решаем эти задачи. Вот в настоящее время мы разработали нормативную правовую базу для обустройства и паспортизации туристских маршрутов. Опять-таки, в чем суть этой задачи? Складывалось так, что по маршруту может двигаться автомобиль, может получать турист экскурсию на лошади и также может проходить турист пешком до определенной туристской локации. Обустройство паспортизации маршрута, первое, позволит разделить потоки, сделать их правильными. И второе, обеспечить необходимой инфраструктурой, это знаки навигации, это места отдыха, для того, чтобы опять-таки было комфортно проходить через эти маршруты, так как следствие это влияет на качество получаемой услуги. Могли бы Вы обозначить планы министерства на ближайшее будущее? Какие цели и задачи сейчас стоят у Вас в приоритете? Я скажу так, что у Карачаев-Черкесии огромный потенциал в туризме. И наша задача рационально подойти к использованию этого потенциала, выстроить качественную инфраструктуру, для того, чтобы мы увеличивали турпоток и улучшали качество оказываемых туристических услуг. Это, конечно, безусловно влияет на рост экономики региона, а также на туристов, которые в итоге скажут спасибо. 90-летний юбилей отметил Карачаево-Черкесский ордена знак почета Институт гуманитарных исследований при правительстве республики. Его сотрудники занимаются всесторонним изучением духовной и материальной культуры народов Карачаева-Черкесии, а также лингвистическими, историческими, этнографическими исследованиями. Ученых научного вуза поздравили представители власти и общественности. Подробности расскажет наш корреспондент Алихан Лепшоков. За время существования Института гуманитарных исследований было сделано немало. И сегодня, благодаря вашим трудам подрастающее поколение может познавать историю, литературу и традиции народов, населяющих нашу республику, отметил заместитель председателя правительства Дмитрий Бугаев. От имени главы Рашида Темрезова он поздравил сотрудников института с юбилеем и вручил почетные грамоты правительства республики. 90-летняя дата значительная даже для человеческой жизни. Символично, что он проходит в 100-летний юбилей республики, что отражает важность и значимость гуманитарной науки для общества в целом. Карачао-Черкеский институт гуманитарных исследований является первым региональным научным центром, который со дня своего основания занимается всесторонним изучением духовной и материальной культуры народов. О деятельности Республиканского института гуманитарных исследований рассказывала заместитель директора научного вуза Елена Щербина. С самого основания было проделано много работы по изучению и сохранению истории фольклора народов Карачао-Черкесии. Первые ученые в годы Великой Отечественной войны ушли на фронт, где проявили свой героизм, защищая страну от фашистских захватчиков. Даже в тяжелые 90-е годы институт гуманитарных исследований продолжал функционировать, сохраняя богатое научное наследие нашей республики. За годы существования издано более 400 сборников по народам Карачао-Черкесии, по разным аспектам развития народов Карачао-Черкесии. Изданы монографические исследования. У нас каждый год публикуется, вы знаете, около 100, а то и более статей. Статей всегда очень много. И, между прочим, активизация вот именно нашей научной работы по изданию научных статей по проблемам народов, я подчеркиваю, а только наш институт занимается народами Карачао-Черкесии. У нас обычно в год несколько десятков статей, которые идут на конференции разного уровня, включая международные. Учеными научного вуза созданы фундаментальные труды в области филологии и литературоведения. На мероприятии отмечали значимость деятельности института в плане социально-политических исследований, которыми занимаются сотрудники института с 90-х годов прошлого века. Сегодня их научные труды остаются востребованными. В отделе фольклора, я думаю, что самые заинтересованные, потому что у нас интересные материалы, собираем экспедиционные. И эти экспедиционные материалы мы анализируем, потом они уже переходят в научную статью. После научных статей, после апробации наших работ, мы уже создаем наши монографические труды. Я думаю, что все научные сотрудники всех отделов имеют право сегодня радоваться такому замечательному дню. Виновников торжества поздравили представители общественности и различных образовательных учреждений, а артисты республиканской филармонии исполнили свои лучшие песни. Али Халипшоков, Али Бастана, Вести, Карачаево, Черкесия. Такими событиями отмечена уходящая неделя. Всего вам доброго и до встречи. Не терпите боль. Мы знаем, как вам помочь. Клиника управления болью на базе Клиника Сити. Работаем каждый день без выходных. Только 7, 8 и 9 декабря прием ведет доктор медицинских наук Марк Гальперин. Успейте записаться. Ставрополь. Карл Маркса 4. Новая коллекция шуб в магазине «Вятские меха». Участвуй в бонусной программе и получай дополнительную скидку на покупку шубы. Рассрочка без переплаты и первого взноса. «Вятские меха». Троллейбусная остановка на кругу. Улица Кавказская, 42. Город Черкесск. Суперсейл в 585 золотой. Суперскидки до 70% на все. Обручальное кольцо с бриллиантом по суперцене от 8544 рублей. Все цвета и пробы золота. Успей на Суперсейл в 585 золотой. Полундра! Пираты захватили Кисловодск. Захватывающее цирковое шоу. Только до 27-го недея в Кисловодском цирке. 2-96-58. Спешите узнать тайну пирата. Уважаемые любители театра. 8 декабря русский театр Карачаевой Черкесии приглашает вас на спектакль «Прибайкальская кадриль» по пьесе Владимира Гуркина. Спектакль создан к столетию образования Карачаевой Черкесской Республики и 95-летию театра. Режиссер Валентин Бирюков. Спектакль состоится на сцене Госфилармонии в 18.30.